После первого трейлера игры Marvel's Guardians of the Galaxy я решил, что настолько унылую игру проходить не стану и благополучно про нее забыл. Но потом она вышла и начала получать один позитивный обзор за другим. Не мог же я такое пропустить? Конечно же, то, что мне показалось новым в трейлере, действительно уныло и на практике. Но все остальное в игре оказалось отлично. Таких игр я никогда не встречал. В смысле нет, эта игра не является чем-то инновационным и совсем не похожим на то, что вы могли проходить раньше. Скорее, я никогда не встречал игр, которые настолько удачно совмещали именно такие жанры в одном проекте. Это и сюжетные приключения, и командная экшен-рпг, и экшен-платформер с исследованием, а порой это еще и космическая стрелялка. Игра не перестает удивлять до самого конца, постоянно перескакивая с жанра на жанр и не стесняясь избегать самоповтора. Выглядит она тоже невероятно. В плане, графон тут крутой, не поспоришь, особенно если на максималках игру на пока запустить. Но я скорее о том, что игры необычайно красивый визуальный стиль. Проские цвета, необычный дизайн, странные формы. Пожалуй, мне не стоит удивляться, ведь это та же студия, которая делала последние несколько Deus Ex, но я все равно не ожидал такой красоты. Тем более, что за судьбу этого красивого и странного мира и персонажей серьезно начинаешь переживать. Вы не откроете для себя каких-то откровений в этом сюжете, все-таки это супергеройское приключение в первую очередь. Просто само это приключение настолько хорошо сделано, что когда оно заканчивается, то прощаться с игрой не хочется. Чего от высокобюджетных игр уже просто не ожидаешь. Впрочем, хоть постоянная болтовня этих персонажей хорошая, игру часто хочется попросить перестать варить. Персонажи начинают разговаривать каждые пару секунд, но как только вы случайно вошли в какой-то триггер, этот разговор резко обрывается, чтобы дать вам сюжетную информацию. Ну и во время боя фразы персонажей слишком часто повторяются. Неудивительно, ведь сам экшен тут всегда очень затянутый и скучный. Как это и выглядело в трейлерах, в принципе. Он обычно не раздражает, что уже хорошо, но просто никогда не развивается во что-то действительно интересное. А противники на урон почти никак не реагируют, и вам просто нужно нудно их атаковать. Ну и ближе к концу игра немножко спотыкается, становится слишком много экшена, и даже баги начинают появляться, которые очень странные, пускай и достаточно редкие. Ну, все равно, когда игра закончилась, было немного обидно. Ну, то есть, я рад, что игра не затянулась и закончилась до того, как стала скучной, но все равно хотелось бы потусить больше с этими персонажами и поисследовать этот мир. Может быть, когда-то это случится, и я буду надеяться, что в таком случае сиквел останется настолько же свежим, веселым и увлекательным. Субтитры создавал DimaTorzok